приветствую я хотела бы сегодня поделиться своим свидетельством о том как господь учил меня слышать его голос на днях я просмотрела проповедь вячеслава больницкого голосе божьим это было для меня как напоминание о том что еще год назад наверное у меня было желание поделиться своим опытом возможно это кому-то пригодится итак меня зовут наталья я живу в городе донецке сама родом из мариуполя пришла господу 2002 году и это было непросто до 2000 года я была атеисткой 2000 год это я была уже в девятом классе не до этого времени я была атеисткой вот но новый завет каким-то чудным образом у меня оказался дома тем не менее благодаря братьям гедонам они носили нового завета по больницам и я будучи ребенком попала в больницу с бронхитом и они мне предложили я взяла и вот он у меня скажем валялся жалко было выкинуть но я сохраняла мама мне неверующая и я в тайне начала ходить в церкви в церковь когда была в одиннадцатом классе тяжело немножко тут период вспоминать это был трудный период это был сложный период жизни моей семьи и моя мама потеряла одну работу не было уважаемая должность вот и было очень тяжело финансово мы одни были с двумя она одна воспитала меня и моего брата и в общем ей тяжело было очень морально и пока она в поисках другой работы какие-то подработки не было это все тяжело плюс у меня подростковый период мне нужно было как-то внимание любовь и я ее искала и я искала любовь тот период и так получилось что знакомая медсестра в нашей школе она мне пригласила в церковь на начала боги рассказывать нам на уроках извините что так издалека все рассказываю в общем я в тайне начала ходить потому что я видела мамину реакцию на верующих то есть она считала их сектантами и она была не рада чтобы я еще куда-то попала я была отличница в школе скажем были амбиции у меня такие большие мои мамы тоже и в общем я на молодежные ходила потом я в тайне приняла крещение водное но еще до принятия водного крещения но я понимала что будут какие-то испытания в жизни да и господь готовил к этому чтобы быть верным и потом я поступила в институт крещение было летом а в сентябре я поступила в институт другой город я уехала и там стала постоянно ходить спокойно в церковь нашла церковь евангельскую вот но когда я уже ходила церковь мне господь чуть ли не каждую неделю послали слова слова или в библии или через проповедников что кто отречется меня тут не достоин меня кто возлюбит отца или мать больше меня тут не достоин меня но какие-то такие места из библии я понимала что передо мной однажды предстоит какой-то такой выбор тяжелый господь меня готовил где-то месяца 4 наверно и вот однажды мне предстояло скажем сделать такой выбор мама увидела фотографии от крещения увидела библию она не поняла это и она мне задала вопрос кого ты любишь больше бога или меня я пыталась объяснить что это скажем разная любовь и у нее была своя обида на бога что и было тяжело в жизни где был тогда бог вот и она не сказала выбирай или бог или я и я вам я люблю но бога и я не могу его ставить вот и тебя люблю но ведь не ты должна выбрать вот или бог или я вот конкретно и ска пусть тебя тогда бог греет и питает пусть твоя церковь тебя греет и питает вот и он сказал тогда иди пусть его греет и питает я была на первом курсе института и вот я скажу это было такое начало моих очень близких отношений с богом вот в тот период а потом через пару лет я уже вышла замуж было небольшое примирение но уже в тот период когда вот ты понимаешь что кроме бога тебя никому доверить то есть родственников там не не было каких-то и буквально я тогда помню вышла куда мне идти я прям молилась и кроме господи куда мне идти какой дорогой и я пыталась вот как будто слушать внутри себя что мне господь скажет вот и как будто было сердце там иди налево или там не идти туда или вот то есть такой момент когда ты действительно ты вот один на один с богом со своей какой-то нуждой и в тот момент бог действительно может сказать ну свой ответ и я училась течение лет десяти с ошибками на больше наверное 20 слышать его голос были ошибки часто но буквально самых каких-то бытовых ситуациях сейчас пару слов еще скажу почему ты именно хотела что меня мотивировало мне очень понравилось когда проповедях каких-то проповедников неоднократно слышала примеры о том как господь кому-то сказал иди вот там в лес не крикни что-то вот этот вот там среди вечера это среди ночи это было очень нелогично для человека вот но человек понимал что это не он говорит но не его мысль а как будто господь и верующим человеку говорит он шел делал его то это было для свидетельства там для покаяния кого-то или для спасения вот или когда вот какие-то такие свидетельства очень нелогичные начали но потом да слава божьи и вот такие свидетельства мне очень ободряли и я говорила внутри себя я тоже так хочу я тоже хочу вот иметь такой опыт с богом как пророки или я как пророки или все чтобы господь им говорил идти там туда или чтобы он говорил слово свое чтобы чувствовать этот дух святой и вторым мотиватором для меня была книга исход это есть такое служение в нср которое помогало евреям 90-х годах 90-х 2000-х и сейчас помогает помогает евреям валия то есть перебираться в израиль из стран бывшего союза вот и в этой книге исход исход 2 там густа шеллер и стив лайтл они описывали свой опыт как вот господь их побуждал там кого-то оставить свой бизнес кого-то из них побуждал ну для оставить бизнес продать все и начать служение то есть как что было нелогично чего-то не хватало каких-то денег вот и запомнилась история мне когда кто-то из этих служителей приехал по ммвд